Издательство Инспирия. Цзи Цзинчэнь. Долгая ночь. Глава первая. 2 марта 2013 года. Район Цзянчжоу. Яркий солнечный свет заливал площадь культуры. Был ничем не примечательный субботний день. У пешеходного перехода, ведущего к спуску в метро, стоял терпеливо ожидая мужчина с огромным чемоданом. Светофор загорелся зеленым. Мужчина поволок чемодан ко входу в подземку и оказался у эскалатора одновременно с парой студентов, которые, взглянув на него, молча пропустили вперед. Он явно не вызывал симпатии у окружающих. На вид мужчине было за сорок. От него разило спиртом и потом, куртка изрядно помялась, волосы висели сальными прядями, лицо лоснилось. Из-за очков в потертой пластиковой оправе смотрели налитые кровью глаза. Сойдя с эскалатора, он пошел к автомату по продаже билетов, таща за собой неподъемный чемодан. Люди поспешно расступались, почувствовав едкую вонь. Впрочем, мужчину это нисколько не беспокоило. Купив билет на одну поездку, он неспеша направился к турникетам, где сотрудники охраны досматривали пассажиров. У другого эскалатора он заметил двух мужчин средних лет. Один из них, насупившись, сжал кулаки, другой неторопливым жестом показал на свои глаза. Человек с чемоданом едва заметно кивнул, снял очки, улыбнулся одними уголками губ и снова водрузил очки на переносицу. Затем зашагал в сторону пропускного пункта. Добравшись до турникетов, втянул голову в плечи и ускорил шаг, намереваясь смешаться с толпой, когда охранник громко сказал «Положите чемодан на ленту сканера». «Там... там только пара одеял», — растерянно пробормотал мужчина, по-прежнему крепко сжимая ручку чемодана. Другой рукой он комкал куртку. «Вся ручная кладь проверяется сканером», — механически проговорил охранник. «Там всего лишь... просто одеяло». Мужчина шагнул было вперед, но охранник преградил ему путь. «Вся ручная кладь проверяется сканером». «Честное слово, в чемодане ничего такого нет, там... нечего сканировать». Незнакомец в смятении переминался с ноги на ногу, а позади уже выстроилась длинная очередь, из которой то и дело раздавались возмущенные возгласы. Охранник пристально посмотрел на странного пассажира. То ли перепуганное лицо, то ли запах алкоголя, то ли какое-то предчувствие заставило его потянуться к рации, висевшей на поясе. На мгновение и глаза встретились. Неизвестный с неожиданной ловкостью пнул сотрудника безопасности в колено, отчего тот потерял равновесие, и бросился назад к выходу, расталкивая людей и не отпуская ручку чемодана. По пути сорвал себе очки, бросил их на пол и раздавил каблуком. Охранник поднялся на ноги и кинулся следом, на бегу вызывая по рации подкрепление. «Стоять! Стой!» — кричал он. С тяжелым чемоданом мужчина не смог далеко уйти сквозь толпу, и вскоре его окружили. На помощь подоспели трое полицейских. Пассажиры, позабыв о делах, с интересом наблюдали за погоней. Некоторые снимали происходящее на телефоны. «Не подходите! Не приближайтесь! Я вооружен!» Преследователи, опешив, остановились. Пара охранников пыталась разогнать зевак, остальные неотрывно следили за мужчиной. Тот серьезным видом запустил руку в карман куртки и вынул ракетку для настольного тенниса. «Не подходить! Страшно, да? Чемодан пустой!» — кричал он, размахивая ракеткой. Полицейские заметно расслабились и, не увидев другого оружия, решили, что это обычный пьянщуга, не представляющий реальной угрозы. Один из них взглянул на чемодан и крикнул, грозно взмахнув дубинкой. «Что в чемодане?» «Ничего! Говорю же, он пустой!» «А ну, открывай чемодан!» «Нет! Не трогайте!» Один из опытных полицейских подкрался сзади и прыгнул на незнакомца, вцепившись в его запястье и не давая поднять руки. Другие полицейские и охранники тут же пришли на помощь. Мужчина не в силах пошевелиться, только вскрикивал от боли, а едва полицейские повернулись к чемодану, заголосил. «Не открывать! Там бомба!» Стражи порядка опасливо покосились на чемодан. Когда дело касалось угрозы теракта, рисковать никто не смел. Решили действовать, как их учили, осторожно и по инструкции. Через несколько минут вокруг места происшествия не осталось ни одного зиваки. Для обезвреживания бомбы вызвали команду саперов, перекрыли входы в метро и эвакуировали пассажиров. Территорию оцепили сигнальной лентой, на улице выставили патрульных, не позволявших машинам приближаться к станции. Задержанного заковали в наручники и отвыли в сторону. Прибывшие саперы обследовали чемодан на предмет следов взрывчатки. Ничего. Двое полицейских осторожно нажали на клапаны чемодана. Его крышка, тихо щелкнув, поднялась, и оба сотрудника, чертыхаясь, отпрянули. В чемодане лежал обнаженный труп. И вскоре только ленивый не обсуждал эту историю в интернете. Субтитры создавал DimaTorzok